Ох, зря я эту тему затронул про керосин. Сразу же посыпались вопросы. Например, если человек несколько лет болел какими-то хроническими заболеваниями, и у него то болит, у него соболит, и он пишет, а вот керосин мне поможет, я закапала в нос, я закапала в уши, я закапала еще куда-то там, чего-то ожидаю, а тут идут какие-то обострения. Мне важно понимать, а сперва хотя бы прочитать эту книжечку, которую я выставил для всеобщего пользования в своей библиотеке про керосин. Керосин помогает тогда, когда имеется какая-либо инфекция, и особенно она имеется в крови. Что касается каких-то других отклонений, можно сказать, что он бесполезен. Это надо четко понимать. Иначе дело пахнет керосином. Поэтому я больше ничего на эту тему не буду там говорить. Хотите, книжечку почитали, там все есть. Где он эффективен, а где он бесполезен. Попытка решить свои проблемы, которые у вас накопились за долгие годы от неправильного питания, от неправильного мышления, от постоянных волнений, от эмоционального напряжения, которое у вас накопилось там внутри, с помощью какого-либо одного средства обречено на провал. Поэтому это примите к сведению и не пытайтесь там покапать керосину и все. И вы будете здоровы. Или еще какое-то там средство. Или еще кто-то вам обещает в интернете, что вы... Вот это вот средство, грубо говоря, вас омолодит на 100%. Избавит от болезни на 100%. Одно какое-то средство. Нету таких средств. По той причине, что изменения, которые наступили в организме, а тем более хронические, так и какие-то болезни, они зависят от многих факторов. И пока эти факторы не проработаешь, ждать на какое-то улучшение бесполезно. Это мое мнение. Если она вам не нравится, ну, тогда смотрите другие видео, где вас будут тешить чудо-лекарствами. Приняли и все. Сразу же здорово. Спасибо.